Сегодняшний вечер во дворце спорта больше похож на трансляцию престижного международного турнира по дзюдо. Лучшие мастера ингушской школы дзюдо сегодня собрались для совместной тренировки с юными борцами со всей Ингушетии. Дети с неподдельным восторгом смотрят на профи и предвкушают сегодняшнее занятие. Общие разминки, а так уже даю ликвей мастер-класс. Мастер-класс с именитыми спортсменами прежде всего носит мотивирующий характер, так как за несколько часов отточить навыки до безупречности просто не получится. Магомед Плиев, дзюдоист, не раз участвовавший в различных турнирах, внимательно выполняет указания мастеров. Такая открытая тренировка у него проходит не впервые. Однако, как признается Магомед, каждый раз он узнает что-то новое. Это для меня очень большой почет, потому что они как я с Ингушетии, для меня они как мой стимул. Я горжусь ими, потому что они Ингушетии, родная кровь. Брат Магомеда Султан Плиев, напротив, только в начале своего пути в спорте. Как признается Султан, до этого видел наших чемпионов только по телевизору. Поэтому, узнав о мастер-классе, он раньше всех приехал во дворец спорта. Я очень рад, не всегда получается, очень редко получается тренироваться с кумиром. Видя их достижения, тоже хочется стать таким же профессиональным. Для этого, я думаю, что для этого нужно спокойно тренироваться, не пропускать тренировки. Всегда быть в зале, инща Аллах. Я тоже хочу, я тоже стану, как я. Дзюдо – это прежде всего искусство владения своим телом. Особенный стиль борьбы с плавными легкими движениями. У каждого мастера есть свои козыри, приемы, которые оточены до совершенства. Вспоминая вообще в их возрасте себя, мы с большим интересом наблюдали и смотрели. Когда, тем более, вживую видели какого-то спортсмена, даже наших спортсменов, которые выступали в Олимпийской игре, Чахива Рахима, Назира Манькиева. Хоть даже другой вид спорта, для меня все равно им был интерес. Я с интересом, с большой удовольствием наблюдал, общался с такими опытными спортсменами. Я думаю, у них тоже такой интерес. Самое главное, чтобы у ребенка было желание, что он хочет работать, готов потренироваться этим трудностям. Если он это поймет, если он к этому готов, я думаю, без разницы, талант, не талант, он добьется своего успеха. Открытые тренировки с профессионалами очень плодотворно влияют на молодого спортсмена. Ведь все чемпионы когда-то были такими же новичками. Я думаю, пользуясь этой местью, потому что дети видят вживую таких людей, как олимпийских чемпионов, призеров Европы, мира и призеров чемпионов России. Поэтому, когда у тебя есть живой контакт с людьми, это все равно вызывает другие эмоции. Для детей это все равно большой урок, я думаю. И каждый возьмет для себя то, что он считает нужным. Сегодняшняя тренировка позволит юным спортсменам обогатиться бесценным опытом. Как признаются наши чемпионы, даже одна вдохновляющая речь может укрепить дух и закалить характер на большие свершения. Конечно, чтобы технико-техническом плане, чтобы что-то показать, это очень мало времени. Два-три часа мы проведем с ними, да. Это очень мало времени, чтобы что-то такое весомое показать. А так, вот ребята, у них есть такая возможность непосредственно самим задать какие-то вопросы, интересующиеся их. Именно в этом плане, я думаю, больше пользы, чем в техническом. Эту тренировку ребята запомнят надолго. Незабываемые эмоции сегодняшнего мастер-класса станут стимулом молодым дзюдоистам для более усиленных тренировок и веры в свой успех. Ведь эти профессионалы дзюдо когда-то были такими же новичками. Идрис Ижиев, Магомед Белокиев, Новости 24. Продолжение следует...